Приветик, давай вместе посмотрим прошлогодний видосик Валеры Гостера, погнали! Итак, я как взрослый мужчина не мог пройти мимо этой игры. Во-первых, она выглядит очень интеллектуально, а во-вторых, мне нравится западный реп, а Лил Гатор звучит очень даже по-ганстерски. Так, я вижу выходная игра, но сегодня понедельник, поэтому нам нужно нажать начинать. Кстати, хотела сказать, что в Стиме 5 января до 9 часов вечера скидки, поэтому если запланировали приобрести какие-то игры, то поторопитесь. Я вот тоже поснимаю реакции и пойду немножко закуплюсь в Стиме. Этого достаточно, я хочу сделать что-нибудь веселое. Мне нравится его настрой. Биг Сиз, а что с переводом? Подожди, он на английском, а потом появляется перевод? Странно? Какая хрень. Большая сезонка будет играть со мной. Интересно, куда она пошла? В натуре Спайк, посмотрите. Ладно, идем искать Биг Сиз. Походка реально гангстерская. Так что там что-то было? Фланг. В смысле? Ви-и-и-и. Что переводится как? Ужигание? А не. Ф это фланг. Это походу какой-то автоматический перевод. Ви это ужигание. Лондон из Бритон. Кажа Вю, I just been in this place before. Меня устраивает. Где Литл Сиз? Куда дели? О нет. Биг же щелч. О, это лава. Аа. И что мне делать с такими утверждениями? Я теперь реально боюсь. Лил Гаттер ищет Лил Сиз для Лил Фит. Э, ты Литл Сиз? Биг Сиз, Биг Сиз. Биг Смоп. Я скучающий. В смысле? Что ты делаешь? Просто читаю статью для этой игры. Легенда о героях. Нет, я не хочу об этом больше читать. Я хочу быть легендарным героем. Я тоже. Но нам не нужна одиночная игра. Мы можем играть вместе. Я поняла, сейчас будет... Героям просто нужен меч и щит. И шляпа. На туре. Такая глупая заостренная шляпа. А ты должен быть одета в зеленый. Я и так зеленый. Отлично. Пол пути сделано. Так, сейчас подожди. Я тут сейчас... Ля. Я выгляжу очень круто. Это была шикарная подводка к рекламе внутри сюжета игры. А рекламу не было. Это странно. А сейчас ты должен выбрать греческое имя. Как насчет герой-герой-громист-третий? Может быть что-нибудь драматичное? Гуль Тру Канеки ССС плюс Бананаранга. Сойдет. Крохо. Крокодилден. Звучит какая-то стоматология, но всяко лучше, чем крокодилда. Я крокодилден, герой легенды. Так, а теперь нужна история. 100 миллиардов годы тьмы. Не, это слишком много. Как насчет все началось? 100 миллиардов лет назад. Храбрый герой отправился на квест, чтобы найти что-нибудь интересное. Такая музыка еще. Вместе они сделали целую фэнтези, игру с правилами и всем остальным. Они заключили договор. Во время игры работать запрещено. Но однажды, Лил Сис ушла в школу. Это было 100 миллиардов лет одиночества. Но потом наступили осенние каникулы, и она приехала. И теперь они могут играть как раньше. Ну, что скажешь? Да, да, было круто. В смысле, было? Давай играть. Ну, мне нужно сделать всякие штуки по учебе. Ну, давай же, блин. Ты работаешь весь день, только приехала сюда. Извини, детка, это сложный проект. Детка. Ну, ё-моё. Так, ну не волнуйся. Если я его закончу раньше, мы поиграем, обещаю. Но она и не закончится миллион лет. Блин, ты же знаешь, что таких чисел... Где реклама? Я не понимаю, тут шикарнейшая подводка. Я уже жду, ну действительно. Даже не существует. Не, ну вообще существует. Не, не, не. Чувак, скажи, она хотя бы посмотрела на украшения. Мы целую вечность их делали. Даже не взглянула. Но спасибо, что старались, ребята. Мы сделали всё, что могли. Всё, что мы сделали, это просто картон. Эти пустые беспонтовые горшки. В них нет истории, нет драмы. В смысле, какая драма должна быть в горшках? Пиво. Мы используем всё это, чтобы создать легендарного героя эпических квест и покажем то, с чего ей не хватает. Тема норм. Каждый из вас сделает мне квест, чтобы я его выполнил, и вы мне дали предмет. Жаба, сделаешь мне квест для шляпы. Шляпа квест, понятно, пока. Осёл, лошадь или кенгуру, или кто ты, или... Наверное, пони. Собака. Сделаешь мне квест для щита. С бобра меч. Я пёс. Точно, а я буду играть и покажу сестре, как у нас весело. Я сделаю квесты, стану герой и выигрывать большую сестрёнку. Эй, сестра, я пойду играть своими друзьями. Мне будет весело и задорно. Ух, как мне весело, ух. Чё у неё там в ноуте? Варфейс. А, вот, наконец-то, блин. Я просто реально ждала рекламы. Здесь столько было моментов, куда я, как блогер, уже бы вставила рекламу. Но, Валера, выжидал долго, насколько это возможно. Интересно, кто-то в комментах обратил на это внимание, нет? Ой, там спойлеры, там чё-то про аллигатор и чё-то про конец. Всё, я ничего не видела, наверное. Так. Птица выполняет квесты. О, нет! Опасные звери! Ты, герой, пожалуйста! Эти мерзкие, опасные картонки атаковали меня беззащитного NPC. Капец, ты в роль вжился. У тебя есть оружие, герой! Ох, как получилось! У меня нет меча, ты знаешь, где я могу взять один, блин? Ходят слухи, что один меч лежит за тем деревом, и я не знаю, кто кто-то положил. Убедите. Не уходите, монстры, с кордонки, я пошёл. Он бы самым таким успехом мог взять этот меч, но, да, в принципе, в играх такой часто бывает. А, блевота из картона, спасите, помогите. И в глубине леса наш герой нашёл волшебный особенный меч. Палька! Это палка! Я герой с легендарной палкой. Получай картон саный. Эх, мах. Получай полынь, пиздун. Сейчас я всех спасу. Помогите, окружу. Э, я пошёл тебя спасать. Пожалуйста, помогите, я всё ещё окружён. Не похоже, что ты из куба. Ты можешь досрать. Ты же, видишь, что делаешь домашку. Да не, всё хорошо, просто. А, враги, о, нет, избей их. Ну, как с вами? Чё за отыгрыш, ребят? Все кинулись, сестра, козёл, бобёр, пёс. Чел, ну так не делается. Не, ну поначалу он хорошо, даже отлично отыгрывал. Домашку. Супер-крутые движения, герой. Ты завершил мой квест. Да, спасибо, но я думал, ты играешь, а ты сидишь, делаешь домашку. Когда закончу, я поценирую, честно. Ладно. Эй, сестрёнка, зацени. Это фотка моей палки. Я спас джи... Это вообще почти ничего не видно. Чуть-чуть, вот это вот... Тут вообще почти по факту ничего не видно. Какая-то палка, куст и... Почти на половину фотки его лицо. Приближённое, слишком клеё. Очень круто, не сломай её. Ха, окей. Ей нравится. Нужно идти к остальным и узнать, что у них за квесты. А ты козлина. Не друг, а пёс. Сейчас-то я в пять лет иду с палкой бить полынь, потому что она реально не права. У кого следующий квест? О нет, непроходимая роща. Ну-ка, поразлетались отсюда все. Где Мартин? Где мои квесты? Жесть, мне здесь понастроили. Ух, ж... О, сидит. Крокодил. Как прикольно было в детстве, Майц, вот такой же вот фигнёй. Твой щит готов, забирай. Шо, нет, ты должен, типа, квест мне дать, и я, типа, выполню. Ты чё, не играл в RPG? Выполнять квесты, единственный способ, стать героем. И чтобы и сестра играла со мной. А, реально, поговорить с ней не может быть и речи, согласен. Конечно, не может быть речи, ёлки-палки. Игра? Да. Взрослые вещи? Нет. Квест, драма, весело. Понял? Давай мне квест. Ну, если не сработает, я с ней поговорю, ладно. Но этого не нужно, потому что и так всё сработает. Хорошо, если ты хочешь квест, иди туда и возьми эту вещь. Я нуждаюсь в ней. По нужным причинам. Ого, как... Чисто стёплый дарпогашка. Ой, захватывающее задание. Горшок. Это странно. Может быть, у Мартина будет какой-то план на это? Вот, Мартин, я получил твой горшок. Где мой щит? Ух ты, это так потрясающе. Ты пошёл туда, взял его и вернулся обратно. Это действительно гереческая задача. Вот твоя награда, герой. Крышка от горшка. Мартин, это то, что я тебе только что дал. Нет, ты мне дал горшок с крышкой, а это только крышка. И она считается щитом. Реально? Да. А, да, реально. Это щит, действительно. Сестра, я нашёл странную кругу. Как-то мне даже жалко этого главного героя, потому что друзьям на него начихать. И они не хотят с ним играть. Он трансформировал это в щит. Невероятно. Да. Так что, я должен сидеть или как? Ну, я думаю, что теперь ты просто НПС и должен ничего не делать. Приключения. Так, здесь опасные ядовитые змеи. Туда не стоит идти. Это что за чучело? Привет. Хочешь купить у меня браслет, который увеличит твою силу за 100 баксов? Но это так не работает. Ни хрена себе. Работает, не работает. Всего 100 баксов. Не, я не куплюсь. Где лягушка с моей шляпой? Это что? Голем из камня? На. Ещё злюки. Вы чё? Вот это я и нашёл. Шляпу мою сделал. Лягушка на позитиве. Честно говоря, я забыла о ней. Я же не знаю, какую шляпу ты хочешь. Может быть, ты сам сделаешься? Но у меня должен быть квест. Герой, твой квест создать себе шляпу. У тебя, бедненькое солнышко, гагэшка этой игры. Какие друзья скучные. Жаловка ты это придумал. Ух ты, здесь есть всякие вещи и крафт. Эй, это не так сложно. Я сделал себе шляпу самостоятельно. И браслет. Да. Ты же его сам сделал? А я его купил. Это, типа, считается, что я выполнил твой квест? Да, мне насрадится, честно. Так, все молодцы, ребята. Спасибо, я пойду заинтересовывать её. Эй, посмотри на меня. Я зелёный герой. А, да, да, класс. Прямо же, как в старые добрые времена, да? Так, слушай сюда. Я думаю, здорово, что ты играешь с друзьями, но я должна сделать этот проект. Всё ещё? Зачем ты вообще пришла, если не собиралась проводить со мной время? А, реально. Помнишь наше обещание? Игровое время, значит, нет взрослых вещей, верно? Мам, может быть, ты прав. Думаю, я просто не должна была приезжать. А ты дальше иди и развлекайся без меня. Какая сестра говняха. Ну нет бы приехать, хотя бы свободное время немножко ему уделить. А тут... Чё за грусть, тоска? А я хочу поздравить вас с наступающим. И не забудь перевы поздравить кого-нибудь того, кто реально ждёт этого от вас. И давайте пообещаем друг другу в новом году, что мы не будем тряпками в сложных ситуациях. Вот у Крокодилдена есть план. Мне очень понятно, что он именно собирается делать, но какие-то носки точно пострадают. Носки что? А ещё давайте будем добрее к своим близким. И если они намекают вам вот всячески, что им нужно ваше внимание, то давайте им это внимание давать и уделять им время. Обычно концовки видосов Валеры непредсказуемые, весёлые и яркие. А тут как-то, ну реально, стало грустненько за этого маленького крокодильчика. Но в то же время я поностальгировала по детству. Вот этим временам, когда бегаешь по двору, творишь всякую хрень. Было всё-таки весело. Но в детство я вернуться всё равно бы не хотела. Спасибо большое тебе за просмотр. Пиши в комментариях реакцию на какое видео ждёшь больше всего. Многие просят Интайма, и я постараюсь записать в ближайшее время. Там просто ролик очень длинный. Но если есть какие-то ещё другие варианты, жду тебя внизу. А с тобой была Юмилька. Желаю тебе добра. Надеюсь, ты классно проводишь новогодние каникулы. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok